Всем привет! Привет из Астралии! Это продолжение моих мандров под проектом «Монументальная Шевченка». В планах у меня есть все материки, континенты, страны, где установлены памятники Шевченка. Это село в Украине, это столица какой-то страны. Это уже 30 стран и 5 континент, где я побывал и оттрофовал памятники Кобзареве. И весь свой час я присвячивал спілкуванию с диаспорой. Мне интересно, я тоже исследую феномен украинской диаспори, потому что очень интересно, когда люди, которым ничего не связано с Украиной, они не благодарят, они уже родились в Австралии, знают украинскую мову, украинские традиции, уплакают украинскую духовность, довольно много говорят украинскую мову. И, возможно, застарели, но это не применшает их повагу до них. И очень интересно было спілкуваться на тему того, что они знают про Украину, или следуют за последними препятствиями, что происходит в Украине. И вместе с тем я буду делать свой следующий проект. Я записал практически 30 интервью с Украинской диаспорой. Проект, возможно, будет иметь название «Вустами диаспори», где я буду третий раз рассказать про житовую историю этих людей, что они могли бы рассказать про свой житовый шлях. Пошли на контакт, много кто интересно рассказывал. Я всегда спросил, кроме того, что они хотят передать хлопцям, которые воюют на передовую. И это действительно такий комп, многих был в горле. Отчувалось, что это щиро, и это настолько была щира их поддержка и настанова. У многих австралийцев, украинцев австралийского похода не было выбора, и сумніву, чтобы не переказать как моральные слова поддержки, так и финансовую складовую. Дуже много людей отгукнулося и через меня передавали деньги. И мне удалось собрать более 5 тысяч австралийских долларов. У меня даже было одно из вопросов, что вы были в Украине, что вам больше понравилось, что-то повлияло позитивно или негативно. Все чувствовали такие моменты, когда мы, пересечные украинцы, никогда не помнимемся. Они говорят, что это благодать, перебиваться на своей витчизне, на исторической батькевщине своих батьков, даже дедов, и видеть эту землю, которая была описана и молитвами намовлена их родителей, дедуцами, бабуцями. Они очень щиро и поэтично ставились и рассказывали. Но когда я говорил, что вам больше не понравилось в Украине, когда вы перебивали, то на мой подвиг, что 85% всех опитывающих мной респондентов нарекали на русскую мову, что очень мало было украинской мовы в столкновении. Как это было за часы радянской окупации Украины, так и за часы независимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова